И в формате очная, очная, то есть она прийти, соблюдая все предосторожности. У нас в общественной палате по адресу здесь 211. В принципе, уже можно начинать. Коллеги, готовы начинать? Давайте, наверное, кто готов, ставьте плюсики в чат. Если большинство готово, думаю, что приступим, чтобы не терять время, ибо в наше быстрое время ничего так не ценится, как само время. Готовы? Прекрасно. Тогда начинаем. Приветствую всех еще раз. Начну, наверное, с того, что представлюсь. Я студентка Людмила Викторовна, специалист ресурсного центра поддержки МПО при общественной палате Амурской области. И я журналист со стажем работы более 20 лет в общественно-политических возданиях. Начинала, пришла путь от простого корреспондента в районной газете и закончила, скажем так, на взлете, на пике, на должности редактора «Консомольская правда» Амурской области, причем как газеты «Консомольская правда» Амуре, так и радио, редакционный радио «Консомольская правда». Поэтому, сами понимаете, за 20 лет не делалось всякое новое. И прежде всего, мы работали с журналистами с информацией. И главное, что нам нужно было делать, это понимать, с какой информацией нужно работать, а какая является, собственно, шлаком и стейками, как сейчас это называют. И есть определенные принципы работы с информацией. В этом, собственно, мы и поговорим на нашем вебинаре, который у нас красиво называется «Правда или вымысел». Скажите, пожалуйста, видно презентацию? Почему мы выбрали эту тему? Потому что мы понимаем, как много сейчас, если мы жили в реальном обществе, сейчас мы живем в информационном, и самое главное, это, конечно, информация, которая становится вокруг нас так много, что порой не знаешь, что из этого правда, а что нет. А самое главное, люди из-за обилия информации стали, на самом деле, ее сегментировать. Почему это верить, чем это нет, ограничивать себя в группах общения. Так появились мессенджеры, наши знаменитые WhatsApp-группы, наши вайберы, наши телеграм-каналы, где мы сами выбираем себе группу, с которой мы будем общаться, потому что мы предварительно оказываем какое-то доверие. И именно поэтому мы, как люди, как пользователи информации, сообщением через мессенджеры, через вот такие группы, склонны верить больше. Мы знаем об этом не только мы, но и те, кто запускают неразмеренную, непроверенную информацию, и самые аферики. И для того, чтобы мы им продолжали верить, они их хитро маскируют. Хитро маскируют об интересной, важной и достойной доверии информации. И таким образом, даже как бы отгородившись от потока информации, мы с вами все равно попадаем в мир фейков. Что такое фейк, собственно? Это специально сделанная, недостоверная, ложная информация. Для чего она нужна? Она прежде всего нужна для того, чтобы ввести вас в заблуждение. Это ее основная цель. Для чего она, для чего нужно уже в вас вводить в заблуждение? Тут уже разные вещи. Тут есть и криминальное мошенничество. Все мы знаем, как одно время просто волна была, когда люди получали информацию по мессенджерам, что мама, я попал в аварию, помоги. Последний момент находился в другой комнате. Или когда приходили сообщения о том, что вы выиграли кучу денег, столько добавить еще чуть-чуть. Это вот криминальная схема. Есть схема, лишающая покоя и подрывающая определенные гражданские позиции. Это тоже как бы в наше время важно. Но самое главное, что фейк, он запутывает. Он запутывает. И одна из причин, почему люди перестали верить вообще и серьезно относиться к информации, потому что ее стало слишком много, и много в ней оказалось неправды. Сейчас хотелось бы начать с фейка, который настолько иллюстрирует всю эту ситуацию, что просто немного пройти мимо, и так как у нас большинство присутствующих и тем мурчанец, он всем нам будет... Он прям нам в душу западет этот фейк. Пустите. Минуточку. Вот тут у нас небольшие технические сложности у нас. И так вот я хотела бы... Я бы хотела, чтобы вы посмотрели на самом деле это видео. Дорогие друзья, город Балгейнск, Московская область, находится на границе с Китаем, напротив города Хайкэ. На улице ни одного русского человека. Что случилось с Россией, я не понимаю. Неужели на дальние вас... Желтая угроза. Желтая угроза? А кто я не предупреждал-то? Ну, далеко, когда мы вас думали, что мы все предупреждали. Ну, вернее. Сейчас кто-то что-то смогли, с кем-то на дороге. Кто-то что-то если убить, кому я не говорю... Ерас終於 здесь я уже записываю... Итак, посмотрите, посмотрели, да, вот шокирующее, да, это просто шок, это просто шокирующее какое-то видео. Я должна сказать, что у этого видео, как только оно появилось на Ютубе, у него в первые же сутки было больше 6 тысяч просмотров. Сейчас у него еще больше просмотров, потому что вирусно устранялось. Могу вам честно сказать, что когда оно появилось, мне звонили друзья из Ростова-на-Дону и говорили, у вас там правда вот такое, да, вот смотри, смотри, что, прислали мне эти ссылки. Причем это вполне стерозумно, друзья, и вот когда я увидела, я подумала, боже мой, неужели в это кто-то мог поверить. Почему? Смотрите, это очень хорошо сделанное видео на самом деле, очень хорошо подобранный проект. Тут мы видим эмоциональность, мы видим, ах, что случилось. А когда видео появилось, когда Крым присоединился к России, то есть мы видел больше 4 лет. Но тут у нас показано, что это Благовещенство, Амурская область, указана дата, день России и много-много отсылок на коренные страхи русского человека. Если посмотреть, если осмотреть географию, можно увидеть, что большинство показов было на западе России. И тут же под этим видео стали появляться сообщения, что это набережная Харбина, что это Сунгари и что это явно фейк. Но почему в таком случае этому видео поверили? Ваше предположение можно писать, можно писать нам в чат, как вы считаете? Почему люди на западе поверили этому видео? Можно голосом ответить, почему люди поверили такую явную нам для нас, не восточную, как ложь. А нам, благодаря чему, вообще обидно. Ну, давайте тогда не будем взять время, скажу, потому что никто не подтвердился его проверить. Достаточно было набрать в интернете набережную Благовещенска, и сразу было бы видно, что это совсем другая архитектура, что это совсем другая набережная, и что то, что показывает цену, совершенно не стоит ответственности. Пропоника в том, что никто не заслужился это проверить. Обычно 4 года назад интернет уже был хотя бы доступен, но не многим доступен. Самое главное, люди еще не привыкли проверять свои деньги. Так как же проверять информацию, которая вас цепляет и кажется вот такой вот яркой и шокирующей? Видите, фейк проверяется обычно достаточно легко, и я, как журналист, делю их на несколько видов фейков. Это простой фейк, годный фейк и сложный фейк. Презентация, говорят, не видно, а что нужно делать, чтобы было видно? Сейчас видно презентацию? Олег, если нужно было смотреть, чтобы кто-нибудь видно или презентация? Презентацию видно. Итак, простой фейк — это то, что мы вот сейчас видим на экране, да? То, что появляется обычно, когда что-то происходит в экране, и еще непонятно, что происходит. Вот, например, такой простой фейк приходил наверняка большинству в WhatsApp, как только у нас появилась опасность коронавируса. Смотрите, что здесь написано. «Никто не должен быть на улице сегодня вечером 23.40. Двери и окна должны оставаться закрытыми, потому что пять вертолетов распыляют дезинфектирующие средства в воздух. Чтобы уничтожить коронавирус, обработайте эту информацию для всех ваших портах. Это простой пример из жизни. Почему это фейк? Господи, если мы внимательно посмотрим на это сообщение, у этого сообщения нет авто. Прежде всего, у него нет даты. То есть вот его, что сегодня пришли, что завтра пришли, он по-прежнему кажется актуальным. Почему? Потому что там как мыслить? Сегодня вечером. А сегодня вечером будет и сегодня вечером, и завтра вечером, и вчера вечером тоже было сегодня вечером. Есть шокирующая информатика, да? Смотрите, масштаб какой. Шокирующая информатика. С самолетами. Пять вертолетов будут распылять средства от коронавируса. Нужно все закрыть. То есть опасность, опасность. Есть много эмоций, опять же, в своем сообщении построенном, очень эмоциональном построенном. И смотрите, что есть. Есть призыв распространения. Чаще всего, если вот в таком анонимном, бездатном, шокирующем сообщении есть призыв распространения, чаще всего можете сразу выкрывать и отбрасывать. Скорее всего, это фейк. Причем это очень простой такой, годный фейк. Но, тем не менее, многие ведутся. Есть фейки чуть посложнее, да, я их называю сложными годными фейками. Это когда, например, какой-то из этих признаков, которые вы видите сейчас на экране, он как бы заманан, да. То есть, например, в начале эпидемии коронавируса, также по WhatsApp распространялась информация от некоего врача, которого отправили в больницу в Ухань. Русский врач, вроде как, русский врач, он там ссылался на известную фамилию. Я вот внук такого-то инфекциониста, написанное сообщение, это было длинное сообщение, оно попадало на мой телефон. Многим, наверняка, загуглите, кто это, мой дедушка, какой я вообще замечательный. И вот в первые месяцы распространения, он рассылался этот текст с словами о том, что новый хроновирус погибает при температуре 26 градусов. Кроме того, у вас вроде как нет мокроты, но есть ощущение, что вы тонете и так далее, и так далее. Вот тут нужно было включить логику. В смысле, вроде бы есть фамилия, да, вроде бы есть конкретные данные, есть признаки определенные, да, и там достаточно спокойно это все описано, то есть эмоций тоже меньше, но тут не хватает элементарной логики. Ребята, по закону, вот мы все знаем по курсу биологии, да, да и нам мама всем говорила, да, что температура человеческого тела 36,6 градусов. Да, правильно? При инфекции температура повышается. Следовательно, вирус, который погибает при температуре выше 26 градусов, он вообще не может у нас выжить никак. Так, понимаем, в чем логика? Логика в отсутствии логики. Как может такое сообщение быть дальше актуальным? Уже никак. Есть примеры более сложные, это пример умного клейпа, и тоже он встречался мне уже на листах практики. Вот пример умного клейпа. Террористы продают гуманитарку местному населению. На центральной площади Брянки произошла перестрелка между ополченцами, в результате которой один из боевиков был застрелен. Конфликт произошел на гуманитарной почве, покойный обратил внимание на то, что его товарищи по оружию разворовывают и распределяют российскую гуманитарную помощь. Он донес руководству, борец с гуманитарным произволом был застрелен на месте, его противник также уроженец Брянки скончался в реанимации. Это очевидца. Вот такая вот эмоциональная опять же заметка. Давайте сразу. Что нас здесь должно насторожить? Прежде всего, смотрим, это нет даты, хотя есть какая-то конкретика. Много эмоциональной лексики, фотография странная, которая должна иллюстрировать происходящее. И также есть источник. Вроде бы можно проверить, закрадываются свои мнения, да? Давайте посмотрим чуть внимательнее. Проверяем. Даты сообщения нет. Автору материала нет. Много эмоциональной лексики, заметили, да? Много кавычек, много такой эрогии злой. Фото, обращаем внимание, фото по делу ничего не листрирует. Что мы видим на фото, да? Мы видим, какие-то люди раздают какие-то пакеты. Максимум, кто-то есть у нас в арахатке и штанах защитного цвета. Это что-то нам показывает, что-то иллюстрирует, что-то доказывает. Но если голова у вас холодная, вы понимаете, что нет. И пятое, что у нас вызывает вопросы, это источник. Источник новостей, в данном случае это укрополитизированный украинский сайт. Эта новость, кстати, тоже была в 16 году. Самое главное, что мы видим здесь, это вот фотографии. Работаем с фотографией, да? Проверяем. Использовалась ли эта фотография уже где пораньше. Как это можно проверить? Очень просто. Нужно загуглить. Загуглить, проверить в интернете. То есть скопировать эту фотографию и ставить в любой интернет-браузер поисковик. Поиск по фотографии. Проверяем, была ли эта фотография где-то использована раньше. И какие подписи стоят по этой фотографии на других сайтах, если она выдает сайсковиком. Очень часто бывает, что фотография использована в таких фейковых сообщениях. Она уже много раз использовалась в других источниках, в другим сообщениям. Совершенно другими подписями и по другому поводу. Также видео, кстати, работает. Достаточно проверить, встречалось ли это видео еще где-то и для чего оно было там использовано. А также обращаем внимание на детали. На детали, которые мы видим на видеоизображениях. Любые мелочи, которые могут помочь нам разобраться. Это памятники, таблички с названием улиц, номера машин, какие-то надписи. И вот совпадают ли эти детали с той картинкой, которую нам дает сама фотография и сообщение. Давайте посмотрим, что у нас дальше с этим. Посмотрите внимательно. Фотография, которая иллюстрирует эту жуткую историю с убийством друга из-за пакета с гуманитаркой. На самом деле, эта фотография была сделана у нас в Амурской области, в Вархаримском районе, во время наводнения. Эта фотография есть в базе РИА новостей. И я вам скажу даже, что наша редакционная группа вылетала вместе с этой гуманитарной помощью. Гуманитарную помощь в это время в Вархаримский район привозил известный российский актер Горжа Пуценко. В кадре, конечно, его нет, но зато есть, смотрите, понимаете, есть депутат городской думы, ну, уже бывший депутат Евгений Пастаный, узнаваемая личность. На пакетах, что мы видим? Мы видим на пакетах всего этой Амурской области. Это всем нам знакомые пакеты из магазина «Прима». Понимаю, что из фотографии не очень хорошо видно. Потом мы вам презентацию эту разошлем, и вы сами посмотрите, насколько эта фотография вообще не относится к тексту, который она должна иллюстрировать. Вы видите, вот там я отметила красными кружочками, да, наш, вот тут даже видно, что это магазин в «Прима» написано. Также вот здесь вот картиночка, это наша Амурская область. А это вот сам депутат Пастаный. Понимаете, да? Ничего не понятно, но ничего не нужно. В тот момент все было понятно достаточно. Вы подумайте, сама идея фотография не говорит ни о чем, только о том, что кто-то кому-то раздает пакеты. Если мы вспомним видео, которое мы смотрели с вами сначала, вы точно так же это видео не выдерживаете в ближайшем рассмотрении. Что мы видим там? Мы там видим в 1900-х, в 2016 году оно было сделано, это видео. Но мы там видим через реку опоры моста, мы видим там другую растительность, мы видим там, самое главное, мы видим там совсем другую набережную. Дальше там показывался какой-то, в Далит, показывался какой-то памятник, который должен был быть у Муравьевого Омур. Мы прекрасно мы с вами теперь понимаем, что тогда через Омур не было никаких мостов, вообще никаких, никаких сооружений на границе с Благовещенском не было вообще. Мост совсем недавно построили, еще даже не запустили. Через замок построили мост. Так это когда его? Он еще не в эксплуатации, совершенно верно. А там мы видим ванты, мы видим опоры, мы видим там много сооружений. Вот он благовещен, сколько христиан. В Тейке все рассчитаны на то, что вы не будете проверять, что вы не будете присматриваться, что вот эта шоковая составляющая полностью отключит у вас ваше критическое мышление и вы в ужасе побежите рассказывать о том, как все ужасно. Но давайте с вами подумаем, как же тогда должен выглядеть не фейк, а настоящая информация, заслуживающая доверие. Настоящий новостной текст, это я вам как журналист говорю, должен обязательно отвечать на 6 вопросов. Что произошло? Кто там что-то делает? Когда это произошло? Где? Почему и как это происходит? Вот это правдивая информация. Если сообщение на эти вопросы не отвечает, то редактор издания рискует получить большие претензии со всех сторон, и со стороны героев, и со стороны правоохранительных органов. Поэтому он просто даже не рискнет поставить информацию, не отвечающую на вот эти вопросы. Вот для примера я поставила два сообщения, одно из них фейк, а одно настоящее. Как выглядит правдивая информация? Правдивая информация, по-настоящему, заслуживающая доверие, будет звучать так. С 30 марта по 30 апреля жители Москвы находятся на самоизоляции из-за пришедшей в столицу эпидемии коронавируса. Проверяем, кто жители Москвы, что происходит, находятся на самоизоляции. Когда? 30 апреля. Конкретное указание с 30 марта по 30 апреля. Где? Москва указан в город, да? Почему? Потому что эпидемия. И как? Ну, полностью. А как звучит фейк на эту же тему? Кстати, этот фейк тоже распространялся в мессенджерах и прямо в звуковом сообщении. Сегодня утром ехал из города навстречу военные на автозаках. Очень много есть. Видимо, вечером Москва будет полностью деплокирована. Это выезжать пока можем. Проверяем по тем же вопросам. Кто? Какой-то мужик. Незнакомый вам. Пересылает вам сообщение. Да? Вы даже по голосу не знаете, кто это. Массовая какая-то рассылка. Есть герой сообщения? Можно голосом ответить. Есть герой сообщения по этой информации? Нет герой сообщения. Что происходит? Непонятно, что происходит. Сегодня утром ехал из города. Из какого города ты ехал? Сегодня утром это когда? Это вчера или позавчера? Это же там, если они избирали уже. Что происходит? Да непонятно, что происходят какие-то военные на автозаках. И тут почему-то делается вывод, что, видимо, Москва будет перекрытана. С чего? С чего это будет делать? То есть совершенно непонятно, с чего вдруг мы должны доверять этому сообщению, потому что оно вызывает шок. Тем не менее, очень часто я встречала в своей практике такой посыл. Но мне мама переслала, поэтому информация совершенно надежная. Мама рассказала, что ей рассказала другая женщина, и вот сообщение ей переслали те кто-то еще, которые вот точно знают, да? Ну это на что похоже? На знаменитое наше агентство ОБС. Как еще говорится ОБС? Одна бабка сказала. То есть кто-то кому-то что-то сказал, и все поверили, да? Или есть еще такое народное выражение. Это очень известный человек. Про него все говорят. То ли у него шоку украли, то ли он шоку украл. Итак, чтобы понять, есть ли сообщение, которое переслал вам ваш близкий человек, которому вы доверяете, но стоит ли верить этому сообщению, нужно прежде всего выяснить источник. Выяснить источник, откуда у него эта информация. Если эту информацию вам переслали через десятые руки, то есть ему кто-то переслал, а ему еще кто-то переслал, то, скорее всего, это все. Если неизвестно, откуда эта информация, то, скорее всего, все. Если первоначальным источником этой информации является развлекательный какой-то паблик, вот часто говорят, вот в Инстаграм было написано, но Инстаграм — это, извините, развлекательная сеть для личной переписки, для выставления фотографий. Она не является СМИ, она не является источником проверенных информаций. Сюда может любой, что хочет добавить. Поэтому это считается развлекательный паблик, поэтому если он говорит, я читал в Инстаграм, это, скорее всего, тоже переслал. Еще попрее, извините. Возьмите несколько слов, первую строчку скопируйте, в интернете проверьте, вот прям в поисковую строку возьмите, вбейте первую строчку сообщения. У вас выйдет очень много ссылок, и если все они одинаковые, одинаковые, один и тот же степень повторяется. Ученые говорят, что должно быть как минимум два независимых источника, чтобы факт был принят к рассмотрению. Понимаете? Если у вас только одна информация, только в одном виде, в одинаковом, это точно не стоит верить. Как проверять? Я понимаю, да, что? Как проверяем? Мы берем первую строчку сообщения, копируем ее и отправляем, вставляем в поисковик Яндекса, в поисковик Гугла, чем вы пользуетесь, любой поисковик. Также вы можете посмотреть, что если эта информация идет обычно анонимно, и несколько лет уже идет, то есть вы видите, подайте сообщение, например, что оно было в 2014 году, в 2016 году, что сообщения печатались в Брянске, что, например, в Волгограде такие же сообщения, в Хабаровске, в Приморье, или еще где-то, но информация одна и та же, то есть информация гуляет по всем городам, это тоже, скорее всего, фейк. Вот такие фейки обычно рассылаются перед Новым годом. Бананы с чумой, лукирующие мандарины, иголки со спидом торчащие, потерявшаяся девочка. Чаще всего это фейк. Или там воткнутые в кабинке иголки с губонной чумой. Вот наши мамочки почему-то периодически пересылают такой глухой. Понятно, что боятся за детей, но тем не менее, это тейк, которому лет уже очень много. Еще один признак тейка – это обрезанное фото. Как сообщение прилагается в фото, и видно, что из него что-то вырезано, например, одна голова на фотографии, или не видно фона совсем, нет деталей, которые могли бы подтвердить информацию, то это, скорее всего, тоже тейк. Опять же, фигурируют неконкретные люди, какие-то места и учреждения, которые есть в каждом городе. Наверняка вам попадались такие сообщения, где говорят, сегодня в микрорайоне, в нашей школе, в пустах нашли… и дальше вот этот тревожный контекст. Совершенно нет никакой привязки к месту. Сегодня… Нет, нет. Ну, нет точности. В нашем микрорайоне… В каком нашем микрорайоне? В микрорайоне какого города? В школе? Школа сейчас есть везде. То есть, опять, мы видим, нет какой-то серьезной привязки к месту, нет конкретики. И еще бывает маскируется этот факт под учреждения с длинным научным названием. Например, книги культуры человека. Точно так же, интернет нам в помощь. Берем вот какую-то конкретику из сообщения, например, специалисты книги культуры человека сказали, что вирус ковида гибнет при… Ну, дальше там сообщение, да? Забиваем. книги культуры человека. Есть вообще такое учреждение хоть где-то? Скорее всего, нет. Презентация, значит, совсем вот. Видимо, от жары плавится. Есть еще один признак фейка – это ярко окрашенные эмоциональные слова. ярко окрашенные эмоциональные слова. То есть в страшной истории присутствуют, например, не дети, а обязательно деточки, крошки, малыши. То, что должно вызвать у вас эмоцию. Такое ощущение, что текст писал нерусский человек или очень неграмотный человек, это тоже бросается в глаза. Потому что, как бы там ни говорили о падении грамотности и падении, например, стилистики речи, но настоящая информация всегда выверяется. В хороших изданиях есть корректор. Он проверяет на грамотность, на запятые, на истинистическое соответствие. То есть, посмотрите, вот, если мы вернемся в первый эффект, да, годный, обработайте эту информацию для всех ваших контактов. Это что за предложение? Это русское вообще, это предложение? Абсолютно не русское. И также посмотрите, как здесь написано слово коронавирус. Коронавирус пишется не так. Отсутствие элементарной грамотности, отсутствие правильно построенных предложений, желание поумничать, которое видно, или наоборот слишком прозитивный язык, при наличии ярко-эмоциональной окрашенной лексики и требований распространить, стопроцентный фейк. Надеюсь, мое выступление было более-менее понятно. И я хотела бы, чтобы вы попробовали с вами разобраться. на первичную часть. Потренируемся, фейк или не фейк? Сейчас покажу видео. Ну, да, оно чуть-чуть устояло. Посмотрите, пожалуйста, и скажите, как по-вашему, вы можете встретить или нет. Вот. 407-й. И пока короче, здесь тоже не палец. Вот. Ну, как вы сможете... Почему это видео может вызвать сомнения? Отлично. То есть, видео, во-первых, видео ни о чем. Да? Ну, вот. Но обычно к нему это видео реально сходилось несколько дней назад по WhatsApp. Подпись была... Свободный ДПЗ. Да, ДПЗ. Свободный бунт на ДПЗ. Почему это видео вызывает сомнения? В нем нет никакой конкретики. Это могло быть где угодно. Где угодно, что угодно, непонятно что. Да, но если там... Просто следующее видео, которое было за этим прислано, там... Вот там как раз четко было видно, вот, оранжевый зверь, который применил, ну, это же... Да. На нем было видно название компании. Что тоже, в принципе, могло бы нас ни на что не навести, если бы мы с вами не были такими въедливыми и серьезными людьми, которые заинтересовывались в том, чтобы разбираться с правдой или вымысел. Что мы должны были сделать? Мы должны просто были с вами загуглить, опять же, проверить в интернете название этой компании и внутреннее отношение к нашему ДПЗ. Как оказалось, да, действительно, это настоящее видео и определенные беспорядки на ДПЗ были. Да. Более того, какое наше следующее действие? Посмотреть, есть ли еще информация об этом. Вот в интернете. В интернете, в новостях есть информация? Да. Уже ближе к вечеру появилась информация, причем не только это видео, но были подробности, была информация, было официально комментировано это, причем на уровне руководителей ДПЗ. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и на расстоящее. Да, это настоящая информация. Попробуем следующее. Нет. 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 Вот. Сообщение, да? Здесь мы читаем. Центробанк изымает из оборотов 5000-ю банкноту с изображением Хабаровска. Информация появилась тогда, когда в Хабаровске пошли митинги по поводу защиты губернатора. Совершенно верно. Итак, прочитаю сообщение. Центральный банк России на совещании принял решение о возъятии из обращения на всей территории России пятипыличной банкноты с изображением Хабаровска. Причиной такого решения стал тот факт, что именно пятипыличные культуры наиболее часто фигурируют в уголовных делах по коррупционным статьям. Дальше, дальше, дальше у нас там идет некое пояснение главы ЦБ Эльвира Магриулина. Также пояснили, что выпуск новых билетов Банка России с изображением Хабаровска приостанавливается. Руководство финансового регулятора представили новые тела пятипыличной культуры с изображением Махачкалы. Проверяем. Вот давайте посмотрим, фейк это или не фейк. Как вы считаете? Можно голосом ответить. Почему это сообщение должно вызывать? Можно в чат написать, да. Почему это сообщение надо проверять? Правильно, потому что хромает логика. Во-первых, хромает логика. Во-вторых, если мы еще раз посмотрим на это сообщение, хотя тут есть ссылка на Центробанк, да, мы знаем, что существует Центробанк, да? Опять чего нет? Нет конкретной даты. С какого? Да, совершенно верно. Нет периода. С какого числа? Когда? Да, непонятно. Когда? Когда? Совершенно верно. Когда это начнется, да? А что это, в принципе, сказал, что в гостинице губернатора арестовали, писает, что его сын находится в последствии, на домашем аресте, а то, что он в районе бабушки, понимает, что это смешано. Да, все это смешано, но тем не менее, смотрим, опять же, по нашим признакам, у нас тут нет конкретики, нет даты, да, и у нас самое главное, нам мы должны выяснить источник. Смотрим, источник этого сообщения. Да, написано. Сатирическое издание и о панорамах. Сатирическое, сатирическое издание. Дальше, если мы будем с вами такожными журналистами и серьезными людьми, вот здесь вкладочка об издании. Это было 12 июня. Но, тем не менее, это действительно... Да, вот видите, написано об издании, это... Вот у них внизу есть предупреждение, где они пишут конкретно... Вот я его открываю. Все, без исключения, приведенные на сайте панорама-парт материалы являются сатирой и выгодной. Ну вот, собственно, это то, что я хотела вам сказать конкретно, потому что напомню, что мы с вами делали акцент на практические вопросы, на практические упражнения. Если есть какие-то вопросы, давайте попробуем разобрать. Вопросы можно писать в чат, можно задавать голосом. У меня экран наверху, поэтому я теоретически смотрю вот поверх, так. Попросите, кто-то вы получили. Так, если меня кто-то дослушал, поставьте, пожалуйста, плюсы. Вообще узнать, с нами вы. Ну и, наверное, тогда я вам расскажу. Еще раз скажу, что опорную нашу демонстрацию, презентацию, слайды, где написано, что есть признаки кейса и как, какой-то, может быть, настоящая выверенная информация. Мы отправимся всем тем, кто не только поставил плюсики в чат, но и прислал свою электронную почту. Вот. И пару слов о нашем ресурсном центре. Мы готовы вам помочь разобраться, кто-то является ведущим специалистом ресурсного центра, Николай, при поддержке общественной полосы Амосковской области. Мы готовы вам разобраться и тем, какой информации стоит верить, какой не стоит верить. А также мы готовы вам помочь в информационном сопровождении ваших инициатив, в выдвижении и сотрудничестве со смесь. У нас, кстати, легко найти. У нас есть сайт www.nko28.ru. Также всегда готовы прочесть ваши письма по электронному адресу. Он тоже очень простой. www.nko28sobako.mail.ru И у нас есть телефон, который работает по местному времени с 9 утра и до 18.00. Думаю, смысла особого озвучивать его нет, но в презентации он будет. Так что какие-то вопросы, сообщения, всегда готовы вам помочь ответить. Запись будет на нашем портале nko28.ru. nko28.ru на канале у нас есть YouTube-канал. Также у нас на портале в разделе «Копилка опыта». Спасибо вам за то, что были со нами. Да, будем прощаться. Тогда, наверное, будем прощаться, да, ибо в наше быстрое время самое дорогое – это время. Если что, можно встать комментарии, писать письма. Ну, будем рады обратной связи. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok